доброго времени суток всем сегодня в обзоре гидратор фирмы auto он представляет собой мягкая фляга прямоугольной формы сделана из такого прорезиненного материала в длину он 37 сантиметров в ширину он почти что 18 сантиметров имеется на фляге два отверстия для того чтобы в кармане в кармане рюкзака для гидратора можно было его подцепить и он имел вертикальное положение не складывался по мере убывания воды и здесь отверстия вот для того ну я его по крайней мере использую для того чтобы подвесить и гидратор сушился также имеется на фляге выход для шланга резьбовой и заливная горловина внутренняя горловина в диаметре 8 сантиметров на на крышке кольцо уплотнения также ручка имеется для того чтобы наполненный гидратор можно было перенести в руках удобно также на самой фляге имеется маркировка пол-литра литр полтора литра 2 литра эмблема и знаки что можно использовать что нельзя использовать в этом гидраторе вот они то есть нельзя использовать молоко нельзя использовать алкогольные напитки соки фрукты ну фруктовые соки овощные соки газировку нельзя использовать и температура эксплуатации минус 20 плюс 50 ну не знаю при минус 20 мне кажется эта трубка будет дубить потому что вот буквально недавно был на улице 3 плюс 2 она такая уже дубовая была это-то был сам сама фляга была в рюкзаке вот шланг питьевой системы имеет длину 1 метр на стороне которая вкручивается во флягу резьбовое соединение с уплотнительным кольцом на этой стороне мундштук имеет пластиковую крышку прикрепленную к шлангу резиновый колпачок и сам мундштук мундштук вот в закрытом положении вытягивая открывается употребляем воду и закрываем его можно открывать как по отдельности можно также открывать не снимая пластиковый колпачок за заправляется таким способом вот попробуем 2 литровая бутылка вот еще из минусов немножко неудобно наливать его и наливаем так литр я налил сейчас закручим вот так литровый по этикетке ой по мерке вот как раз он на литре и останавливается вода здесь сейчас налью 2 литр 2 литр воды нальем приподнять и заправить поддерживать над рукой иначе если положишь то будет выливаться его как бы такой под 45 градусов наклоне наливать если вертикально если вертикально его держать то два литра воды вот они вот здесь чуть ниже метки два литра вот наполненная если взять его интересно померить толщину будет когда заправленный тут он заправленный если без крышки то семь с половиной сантиметров с крышкой будет девять с половиной сантиметров сейчас покажу как гидратор располагается в рюкзаке day petrol pack в рюкзаке вот имеется карман практически у всех тактических рюкзаков штурмовых есть карман для гидратора есть какие-либо завязки но здесь просто паракорд привязанный может на какие-то карабинчики здесь карманы разнообразные либо вот как 5 11 снаружи либо внутри рюкзака вот так гидратор расположен он по длине практически доходит до конца до конца рюкзака то есть до дна но по ширине здесь видите этот карман гораздо шире то есть рюкзак свободно это гидратор выходит за ручку вот сам гидратор разместили гидратор обратно его разместили гидратор привязали прикрепили его застегнули не через технологическое отверстие для антенны или для этого же для шланга гидратора вывели закрыли вот так выглядит шланг выведенный из рюкзака из гидратора на лямку рюкзака можно продеть шланг через кольца если есть на рюкзаке или или например там использовать всякие новомодные приблуды там типа гримлока или там еще какие-то крепления или там паракордом привязать вот и оставить его часть висящим чтобы можно было дотянуться спокойно до рта вот саму штук с колпачком и с клапаном с резиновым вот клапан открыт клапан открыт и тогда так как в рюкзаке давится видите с него выливается поэтому контролируйте чтобы клапан был закрыт открываете клапан пьете закрываете если одеть это резиново несмотря на то что здесь прорезь изначально ее не было она вот треснула если открыть то вода не будет выливаться то есть сам резиновый этот колпачок удерживает воду от проливания гидратор уже часов 5 проболтался в рюкзаке и я с ним ходил и он стоял сейчас хочу посмотреть протекает он или нет мокро внутри или нет ну снаружи рюкзак сухой внутри гидратор сухой то есть не не здесь где шланг проходит этот вкручивается в сам саму флягу не на крышке поддавлю еще нигде протекание нету внутри карман сухой вот такая питьевая система в отличие от бутылки имеет свои плюсы и минусы ну во-первых маленький объем когда она пустая то есть раз сложили все не занимает объем в рюкзаке или или в сумке большой объем воды принципе 2 литра удобное расположение на спинке в рюкзаке и можно употреблять воду не останавливаясь не снимая рюкзак вот носить его на спине то есть он не не в руках не болтается не не на поясе то есть вот из это плюсы из минусов я думаю что нежный то есть бутылка попрочнее будет вот ему надо так сказать бережно с ним относиться либо сделать ему чехол либо купить сделать чехол вот либо закрывать его какими-то вещами в рюкзаке либо вот если например у вас рюкзаки какие-то металлические или острые вещи есть то его надо будет защищать ну и также за ним нужен уход в отличие от бутылки вот его надо сушить его надо просушивать сушить разбирать его даже вот если на вот на соске фляги велосипедной вот вот здесь когда она закрыта долгое время с водой тут появляется какая-то непонятная плесень я представляю когда вот он мокрый плотно прилипают друг другу хорошо тут надо чтоб он просушивался поэтому я его просушиваю как откручиваю шланг отдельно у меня шланг сохнет открываю муштук сам чтобы вода стекала шланг висит вода стекала чтобы вода там не содержит не не находилась и беру обычный пластиковый стаканчик вставляю его сюда внутрь и подвешиваем и получается вот он стенки не прилипают гидратора друг другу и он подвешенном состоянии вниз горловиной у меня сохнет здесь открыто попал доступ воздуха и получается как бы сквозняк образно говоря через него проходит и он сохнет вот такой гидратор сегодня был в обзоре большое спасибо за внимание всем пока